Арк МТВ представляет Проблема, о которой я хотел поговорить с вами сегодня, это эпидемия, которая разрушает наше молодое поколение. Она повсеместна. Мне кажется, она разрушает все человечество. Она разрушает человечество. Аллах называет это явление в Коране «гафля». Гафля. По-арабски оно называется «гафля». Гафля – значит безрассудство, быть рассеянным, не обращать внимания на то, что происходит вокруг тебя, быть озадаченным. Гафиль – это тот, кто не приветствует салямом вошедшего в комнату. Он даже не замечает, что кто-то вошел, не имеет понятия о том, что происходит вокруг него. Он будто потерян в своем мире. Гаджеты стали доступны всем. У всех есть приложение Netflix на телефоне. У всех есть Google. Вы то и дело проверяете обновления на Фейсбуке, Твиттере и в Angry Birds. И вам нужно постоянно быть в зоне покрытия 3G или 4G. А если нет, на худой конец вам на выручку придут игры. Так, в те мгновения, когда нет связи. По крайней мере, у вас есть игра. Или закачана пара песен. Или какое-то видео. Что угодно, что займет вашу голову. Это как наркотик. И мы настолько погрузились во все это, что совершенно позабыли, чем мы действительно должны быть заняты в этом мире. Серьезно. Все это уничтожает дзикр, поминание Аллаха. Гафля в Коране – это разрушитель дзикра. Что сделали с нами мобильные гаджеты? Когда мы успели пристраститься к развлечениям? И мы ведь не можем от них оторваться. Если ты ощущаешь внутреннюю пустоту, тебе хочется больше и больше. Ты можешь часами просиживать и смотреть эпизод за эпизодом. Ты покупаешь игру, затем другую, потом ты покупаешь апдейт, за ним чит-код. И так снова и снова. Начинаешь играть в нее онлайн. Бог мой. Ты живешь, и PlayStation становится твоим лучшим другом. Ведь ты проводишь с ним больше времени, чем с кем бы то ни было. Для некоторых лучший друг, с которым он проводит все время – это смартфон. Каждые пару секунд ты проверяешь его, как вон тот парень там, да? Все это нас разрушает. И знаете, в чем еще проблема? На нем нет халяль-фильтра. Так ведь? Все подряд проникает в твой телефон. Оттуда оно проникает в твои глаза, а из глаз – в сердце. Постоянно. Твое сердце и мое находятся под постоянной атакой изображений, сквернословия. Рекомендаций, слов, видео, звуков. Оно все время в осаде. И это приводит в упадок нашу веру до такой степени, что и напоминание больше не помогает. Вот вы сейчас сидите, а сами думаете, у меня нет терпения выслушивать все это. Мне нужно заняться чем-то другим. Безумие, дефицит внимания в наши дни – это просто уму непостижимо. В былые времена люди слушали великих имамов, хатыбов или ораторов, их проповеди, политические речи, которые порой длились часами. Знаете, а ведь люди были в состоянии сидеть и слушать все от начала до конца, понимать и внимать. А теперь задумайтесь, как долго вы способны фокусироваться? Ты поиграл в одну игру, заскучал, начал играть в другую. Начинаешь смотреть видео, которое долго загружается. Через полминуты уже смотришь другое, а за ним следующее. Проматываешь вперед. Ты просто не в состоянии сконцентрироваться. И ты настолько на это подсаживаешься, что когда приходит время пятничной проповеди, что происходит? Вот что происходит. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...